Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши еженедельные выпуски Камчатка день за днём. В этих выпусках, напоминаю, мы читаем старые газеты, рассказывающие о том, как в эти самые дни, в разные годы века минувшего, жил полуостров. И сегодня мы узнаем, что происходило на Камчатке с 11 по 17 марта, включительно в разные годы 20 века. Приступим к нашим увлекательным краеведческим изысканиям. 11 марта. Год 42 века минувшего. Казета «Камчатская правда» призывает выше темпы рубки и вывозки леса. Напряжённой работой в лесосеках и на вызовоске древесины подготовим успешное проведение лесосплава. Начальник Кировского участка Козыревского леспромхоза Глазков пишет. Холодные зимние дни. В лесу-то тут-то там трещат от сильного мороза деревья. Слышен стук топоров, шуршание пил, оглушительный шум падающих деревьев. Недалеко гудят моторы тяжело нагруженных тракторов. На Кировском лесоучастке Козыревского леспромхоза кипит напряжённая работа. Соревнования за выполнение производственного задания хватило всех лесорубов и трелёвщиков. Рубить ежедневно 15 кубометров. Выполнять норму не менее чем на 150% стало боевым лозунгом каждого рабочего. Но рубить ежедневно по 15 кубометров дело нелёгкое. И особенно для вновь прибывших лесорубов, впервые взявших в руки пилу. Очень трудно, конечно, совместить всё это. Далее Глазков пишет. Рабочие лесоучастка помогают фронту не только высокопроизводительным трудом. Они отчисляют из своего заработка фонда Бороды. Сдали тёплую одежду для Красной Армии. День следующий. 12 марта. Год 1937. Корреспондент Камчатской правы Садченко передаёт из Паланы. 6 марта в Палане был дан старт Нартовому пробегу лучших людей Харягского национального округа, везущих рапорт в Петропавловск. Из Паланы идут три Нарты. В Хайлюзово к ним присоединится ещё одна, на которой поедет лучший боец погранохраны и в Тегиле последняя пятая Нарта. В 10 часов после короткого митинга, на котором с напутственным словом выступил председатель окрисполкома товарищ Обухов, командор пробега товарищ Суздалов дал сигнал. И украшенные флажками Нарты помчались на юг. До Петропавловска они должны проделать путь в 1700 километров. Как раз в эти дни на север идёт гонка на собачьих упряжках Берингия, в которой участвуют как каюры, использующие традиционные нарты, традиционное снаряжение, так и хитрые предприимчивые сектанты, которые несутся на лёгких пластиковых иностранных нартах. О каком сохранении национальных традиций может идти речь? Ну ладно, дело не в Берингии. Вплоть до конца 50-х годов собачий транспорт зимой был на Камчатке весьма распространён. А мы продолжаем наше чтение. День следующий. 13-й день марта, год 1946. Клуб Петропавловской моторной рыболовной станции был переполнен, пишет Камчатская правда. Ещё задолго до открытия отчётно-выборного собрания сюда собрались колхозники и колхозницы рыболовецкой артели имени Кирова. На повестке дня отчёта деятельности колхоза за 1945 год. С докладом на эту тему выступил председатель колхоза товарищ Цыплаков. Он доложил, что годовой план добычи рыбы выполнен на 114%. Сверх плана страна получила тысячи центнеров сырца. Заработок на одного рыбака составил 10621 рубль. Полностью, кстати, с этими газетными публикациями вы можете познакомиться на моём канале на сервисе Яндекс.Дзен. Канал называется так же, как и этот видеодневничок «Камчатка» с Александром Петровым. Обычно на Яндекс.Дзен материал я выкладываю на следующий день, после появления видео на Ютубе. Но это не точно. А мы продолжаем. Вновь наши чтения. Движемся к дню следующему. К 14 дню марта 1935 года. Опять-таки Камчатская правда сообщает, что в ночиках читают свежие газеты. Движение почтовых нарт из Петропавловска в сторону Большерецка и в долину реки Камчатки на перегоне Елизова-Харяки-Начики сейчас происходит нормально, пишет газета. Несмотря на недавно пронесшуюся снежную бурю, нарты не задержались в пути. Газеты в ночиках получают на другой день. Утром почта без задержки отправлена в Апачу. Завалов грузов нет. Кстати, здесь речь идет тоже о доставке почты на собачьих упряжках. День следующий. 15 день марта, год 1917. Газета «Камчатский листок». Объявление. Торговая шхуна «Бельведер» прибудет в Петропавловск между 15 и 25 марта. Продажа всевозможных товаров, цены вне конкуренции, покупка разной пушнины по наивысшей цене. Ну что, будем читать еще и еще. 16 марта, год 1939. Газета «Камчатская правда» сообщает, что Тарасов из Жупанова передал по радио. День открытия. 18-го съезда ВКПБ коллектив рабочих Жупановского комбината ознаменовал проведением Стахановской вахты. Бондарь-стахановец-товарищ Нунцев в подарок съезду выполнил дневную норму выработки на 455%, превысив свои прежние результаты на 211%. Стахановцы товарищи Догачев, Положенков выполнили задание на 340,8%. Товарищи Барагулышев и Кузьмин на 300%. В целом Бондарный цех в день Стахановской вахты выполнил производственное задание на 259%. На ремонте моторов товарищи Илларионов и Степанов выполнили норму на 300%, товарищ Цапович на 200%. Механический цех в целом выполнил дневное задание на 182%. И на этой же странице опубликована фотография, сделанная Гавриилом Захаровичем Гайдукевичем. Трудящиеся Камчатки с огромным интересом изучают исторический доклад товарища Сталина на 18-м съезде ВКПБ. На снимке изображены читающие доклад пограничники товарищей Малых, Селезнев и Рябцев. Кстати, я охотно верю, что пограничники в 1939 году уже умели читать. Потому что в 30-е годы на Камчатке все-таки так или иначе велась борьба с неграмотностью населения. Рад я, что дожил до этого времени. А мы продолжаем. Последняя газетная вырезка сегодняшнего дня, 17 марта 1955 года, в газета «Камчатский моряк» сообщила, областной краеведческий музей располагает редким экземпляром книги Крашенинникова «Описание земли Камчатки». Книга издана в 1755 году и экспонируется среди других материалов, рассказывающих о выдающихся исследованиях знаменитого русского биографа-путешественника, первого исследователя нашего полуострова. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать, что происходило на Камчатке в прошлом веке, пишите комментарии. Если вы здесь впервые, то выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу экрана для того, чтобы не пропускать новые видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры s.a. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...